Мало кто знает, что сосульки можно увидеть не только на суше, но и под водой. Это явление имеет научное название брайникл, но более известно как ледяной палец смерти, поскольку оно убивает все, к чему прикасается. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Берите что-то вкусное и мы начинаем! Это явление можно увидеть в любом море, покрытом слоем льда. Морской лед в свою очередь образуется во многих морях северного и южного полушария зимой, в северном ледовитом океане и у побережья Антарктики и может существовать круглый год. Давайте разберемся, как образуются брайниклы. Для начала вспомним одно очень важное свойство воды. Чем более она соленая, тем ниже температура ее замерзания. У соленой воды есть еще одно важное свойство. Когда она начинает замерзать, большая часть содержащейся в ней соли выделяется из образующегося льда. По мере образования льда, та вода, которая еще не успела замерзнуть, становится все более и более соленой. В результате, в какой-то момент эти остатки незамерзшей воды становятся настолько солеными, что при этой температуре уже не могут превратиться в лед. Далее, согласно законам физики, эта переохлажденная рапа начинает свое движение вниз ко дну. Формирование ледяного пальца, по всей видимости, начинается с так называемого центра роста. Характерной неровности по нижней поверхности ледяной корки. Поток переохлажденной воды, двигаясь ко дну, охлаждает морскую воду, которая, в свою очередь замерзая и кристаллизуясь, образует хрупкую и пористую трубку ледяного пальца. Брайниклы – настоящее чудо природы. По форме они напоминают хвосты медуз или каких-то полупрозрачных морских существ, неподвижно зависших подо льдом. Кстати, сравнение с медузами здесь весьма уместно. Дело в том, что помимо своей необычности и красоты, брайникл представляет угрозу для живых организмов, находящихся поблизости. Если они оказываются на пути роста морской сосульки, то обречены на гибель. Смертельная щупальца моментально замораживает собой животных и растения. Чаще всего жертвами ледяного сталактита становятся морские звезды и морские ежи, которые попросту не успевают отползти на безопасное от сосульки расстояние. Сведения о загадочных подлёдных сосульках начали поступать из различных источников в 1960-х годах. Долгое время Брайниклы не удавалось зафиксировать на камеру, и лишь в 2011 году съемочная группа компании BBC смогла записать сам процесс роста морских сосулек. Расположившись на небольшой глубине рядом с островом Росса. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца. Жмякайте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Берегите природу и всем пока!